Растения на крышах городских домов долгое время было мечтой экологов и редкими проектами энтузиастов. Но ситуация меняется? Да, вы знаете, растения сейчас в связи с такой активной работой растут на крышах. Такое бывает и в мире, и теперь уже в России. И, конечно, сейчас до сих пор в России это необычно, когда растения растут на крыше. Но в связи с тем стандартом, который мы готовим, с новым российским федеральным стандартом, ГОСТом это станет еще более возможно, еще более востребовано. Тем более в таких больших мегаполисах, как, например, Москва. Когда в центральной части нет резерва для создания новых зеленых насаждений, единственное место, где возможно, скажем так, создать такие зеленые оазисы, это крыши. И, конечно, за счет вот этой вот резервной площади можно создавать большое количество зеленых насаждений, которые сделают для всего города благо. Какие самые интересные сегодня прозвучали вопросы из зала? Конечно, всех волнует климат. Возможно ли в российском климате выращивать растения на крышах? И я хотел бы сказать, что это не только возможно, но и практически реально. Это лучше, чем, скажем, климат каких-то канадских территорий, где зеленые крыши очень распространены. И вот такие вот климатические особенности даже средней полосы России позволяют выращивать не только, скажем, цветы, не только кустарники, но и большие деревья. Причем на не очень большой глубине субстрата. То есть достаточно всего лишь навсего 70 сантиметров вот этой вот толщи субстрата на крыше для того, чтобы вырастить большое настоящее дерево. Продолжение следует...